Привет! Как дела? Ну вот и настал тот момент, когда мы наконец-то нашли комоды в коридор, которые мы искали около года. Купили их, я их заказывала на сайте, и нам их собрали. Итак, сегодня история про комоды. Летом мы ходили по всем мебельным магазинам Санкт-Петербурга, искали специальные узкие комоды глубиной не более 30 сантиметров, потому что коридор у нас достаточно широкий, но там уже стоят два шкафа глубиной, по-моему, 37 сантиметров. И так, чтобы еще оставался проход, нам нужны были комоды, но не широкие, то есть глубина 40 сантиметров, которая, в принципе, продается во всех мебельных магазинах стандартам, нас не устраивало. Помимо этого мы искали белые глянцевые комоды, потому что вся моя мебель в квартире исполнена в белом глянце. Так как мы не могли найти в мебельных магазинах, мы решили искать такие узкие комоды на просторах интернета и нашли один магазин, где можно было заказать те модельки, которые у них есть, но со своими параметрами, которые там давались. И там был такой комод, который мне подходил более-менее. Единственное, что там были черные вставочки для подсветки, но когда я их заказала, мы купили два комода, со всеми переделками, там получилось 25 тысяч один комод, то есть 50 тысяч мы заплатили вот за эти два комода. И, если вы помните, я покрасила в синий цвет стену в коридоре. Кстати, я купила еще такие специальные бордюрчики, или как это назвать, украшения, в общем, и приклеила поверху стены в коридоре, и смотрится теперь вообще вот так вот шикарно. Обошлось это всего рублей в 50, но стало выглядеть намного достойнее. Кстати, плюсом к этому, бонусом можно было выбрать еще один продукт из этого онлайн-магазина, ну, из тех, что там предлагали, и мы взяли еще прихожую за 1 рубль. То есть такой вот у них бонус шел. И реально нам привезли еще и прихожую, и получилось, я оплатила, ну, там, 50 с копейками тысяч и 1 рубль. Представляете? Ну, прихожую мы не стали собирать, я ее сама попозже соберу, потом тоже покажу. Ну, такая, не белый глянец, в общем. Но все равно пригодится в быту. У нас как раз прихожая еще не сделана, и, ну, мы не знали тоже, еще пока не думали, как быть. Ну, и раз предложили, решили взять. Ну, конечно, с этими комодами мы намучились, хотя я, в принципе, сильно не придавала этому значения, не нервничала и, как бы, ну, на тормозах спустила ситуацию. Нам привезли комоды. Пришел сборщик, которого мы заказали. Они дают специального сборщика, который за 10% от стоимости собирает вам то, что вы купили. В итоге мы заплатили 5 тысяч за 2 комода, но сборщик сказал, что в комплектации не хватает каких-то деталек, и надо составлять акт рекламации и отправлять им в этот мебельный магазин, чтобы они привезли. Это все было под Новый год. И так как каникулы потом про нас, естественно, забыли, в общем, я позвонила числа 15-го, и нам сказали, ой, извините, мы забыли, в общем, скоро привезут. Помните, когда я рассказывала вам про забавы Челси? Я уже показывала комоды, которые нам собрали, но не поставили вот эти вот дверки. Сейчас дверки стоят, все нормально, и позже я покажу, как я там расположила свои вещи. В общем, да, пришел опять мастер, собрал уже за бесплатно. Ну, получается, фирма уже оплатила повторный вызов мастера. Но опять не хватило двух деталек. У нас там система push-up, то есть нажимаешь на дверку, и ящички выезжают. И также и двери. Но не хватило вот как раз этих двух деталек, которые толкают, толкатели. И он сказал, ну, давайте я когда буду в ваших краях, забегу вам их, сделаю. Вы их купите, чтобы уж опять не связываться с магазином и не ждать еще целый месяц, когда они вам привезут. В итоге, как бы я сбегала в тот же день, купила, но пока вот мастер что-то не звонит. Не знаю. Ну, посмотрим, как дальше сложится. Я думаю, что придет и сделает. А пока вот показываю вам, как это все стало выглядеть. Про картины, точнее фотографии, которые я планировала развесить над комодами. Я помню, я их еще не выбрала. Надо купить еще шесть рамочек. Вот таких, как те, в которых висят мои дипломы. Я эти четыре тоже сниму. Всего нам надо десять белых рамок. Это формат А3 под паспорту. И туда вставлять фотографию А4. Эти рамки я тоже покупала в интернет-магазине. И тогда они стоили, по-моему, 199 рублей. Сейчас я ужаснулась. Зашла в этот же магазин. Они стали стоить 359 рублей. То есть мне надо шесть штук еще купить. О май гад, сколько же денег. Две тысячи еще потратить. Ну, может быть, когда-нибудь будут скидки, и мне удастся купить подешевле. Вот. Как все это будет выглядеть в конечном варианте? То есть рамки, наверное, еще не скоро я куплю. Фотографии все это еще пока не скоро. Оформится, может быть, к лету. Но пока покажу вам, что я расположила в этих комодах. Вот сегодня я расскажу и покажу вам свои комодики, которые, наконец-то, практически доделали. Осталось только поставить вот такие вот доводчики. Вот такие штуки на две оставшиеся двери. Тут я уже разложила свою одежду. Мои футболочки всякие, маечки, спортивка. И что у нас тут? Тоже всякие маечки, кофточки. А в этом ближайшем к выходу тут будут храниться косметика, всякие заколочки, помады и очки. Очки я очень часто ношу в летний период времени. Ну и вот всякие косметические принадлежности, штучки, дрючки. То, что всегда должно быть под рукой. Здесь всякие шарфики у меня лежат. Выбирай не хочу. Шарфики я очень люблю носить, поэтому у меня целый ящик под них выделен. Здесь шапки-перчатки, пока зима. Потом, может, что-то другое положу. Шляпы, например. А здесь моя бижутерия. Я все вот так разложила по ящичкам. Ящички, кстати, очень удобные. Купила за 77 рублей в фикс-прайсе, если кому-то надо. И вот еще одна коробочка. Тут жемчуга. Но тоже все бижутерия. Бижутерии у меня очень много. Я заказывала это на сайтах из Китая. Покупала в чарити-шопах, на ebay. И здесь, кстати, тоже один магазинчик нашла. Очень дешевый. Вот, допустим, вот эту брошку я купила вчера в магазине X-прайс всего за 67 рублей. Да, это бижутерия. Да, это дешевка. Но с пиджаком, допустим, смотрится очень хорошо. Ну, для чего я это использую? Для своих видеороликов и для выхода куда-нибудь на выставку. Вернисаж в кино или в театр. Вот это я, по-моему, в Деберхамс покупала. Чокер это называется. В общем, про все, про все свои золото-бриллианты. Если хотите, пишите в комментариях. Я расскажу попозже, где что купила и что у меня есть. Здесь вот еще лежат у меня всякие закулочки. Ободочки и скрабики. Все такое красивое, с жемчугом. Но все, бижутерия практически куплена за 120 рублей. Здесь у меня всякие холье, бусики. Ну, их таких мало. Мощных. Так, вот, немного из последних коллекций. Ну, а здесь ближе к выходу у меня, что тут, шарфы пока что зимние. Всякие футболочки по дому бегать. Свитера и всякие брюки. Все, в чем я хожу сейчас. В зимнее время. Потом зимнее поменяю на летнее. И все тут будет лежать летнее. А зимнее в моем большом шкафу с одеждой. Здесь будет висеть 10 фотографий. И будет такая у меня тут выставка собственных работ. Не знаю, что повешу. Может быть, Лондон. Может быть, какие-то свои личные фотографии. В общем, все, что будет, расскажу и покажу. Это я уже в зал вхожу. Ну, как бы стененько смотрится. Мне нравится. Вот пока и все. Не прощаюсь с вами. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok